Золотую пальмовую вет 72-го Каннского кинофестиваля получила лента «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джунг Хо. Такое решение огласила жюри смотра во главе с мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньориту на торжественной церемонии награждения во дворце фестивалей. Этот фильм одновременно социальная драма и сатирический триллер о классовой борьбе. В центре сюжета семья находчивых бедняков, которые обманом устраиваются на работу в богатый дом, после чего между хозяевами и слугами завязываются сложные взаимоотношения и происходят сюрреалистические события. В 2017 году фильм режиссера Окча Сильдейс Уинтон был отобран для участия в основной программе Каннского кинофестиваля. Мне было 12 лет, когда я влюбился в кино и захотел стать кинорежиссером. И сейчас я потрясен, что держу эту награду в своих руках. Огромное вам спасибо. Гран-при фестиваля присудили фильму «Атлантика» «Мать идиоб». Это фантастическая притча о беженцах из Африки. Полнометражный дебют франко-сенегальского режиссера, основанный на ее же документальной ленте 2009 года. Лучшими режиссерами признаны братья Жан-Пьер и Люк Дардены, которые привезли на конкурс ленту «Молодой Ахмед» – историю 13-летнего мальчика, который попадает под влияние радикального ислама и решает убить свою учительницу во имя религии. Приз за лучшую женскую роль достался Эмили Бичем. Она сыграла главную героиню биолога в ленте «Маленький Джо» австрийского режиссера Джессики Хауснер. Критики сравнивают этот фильм о генно-модифицированном цветке сериалом «Черное зеркало» и классическим представителем жанра вторжения похитителей тел. Антонио Бандерас награжден как лучший актер за работу в картине Педро Альмадовара «Боль и слава». Россиянин Кантемир Балагов получил приз за режиссуру в программе фестиваля «Особый взгляд». Он привез на Лазурный берег фильм «Дылда». Это история двух женщин, которые вернулись с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются вернуться к мирной жизни. На церемонии Балагова не было. Награду за него получил продюсер Александр Роднянский. «Особый взгляд» – вторая по значимости программа Каннского кинофестиваля после основного конкурса. Певица Риана запустила собственную линейку одежды. Марка «Фенти» создана совместно с модным гигантом LVMH, владеющим именитыми брендами Louis Vuitton, Givenchy, Chame и многими другими. Название марки – фамилия основательницы. Полное имя певицы – Робин Риана Фенти. «Женщину от Фенти не описать. Она многолика. Она даже не знает, что хочет носить. Одевается по настроению или по ситуации, опираясь на свои ощущения. Я думаю, все женщины такие эмоциональные, когда женщина открывает свой гардероб, она не хочет, чтобы ей указывали, что надеть. Она сама решает. Я всегда так делаю, и мой бренд это отражает». В коллекции наряды с четкими линиями, пиджаки с широкими плечами, объемные платья, остроносые босоножки, бейсболки, крупные разноцветные очки, броская бижутерия в мужской линейке, джинсовые куртки оверсайз и небрежные парки. Первый магазин «Фенти» открылся в фешенебельном парижском районе Море. Однако планы у Рианы наполеоновские. По словам звезды, вскоре бутики заработают в других европейских странах и США. А к концу года бренд придет и в Азию.